В общем-то, то, что называется духовные скрепы, над ними можно смеяться над этим термином в принципе, но у нас, в общем-то, единственная настоящая духовная скрепа – это победа в Великой Отечественной войне. И когда мы её вот таким образом разрушаем, то что остаётся потом? Я лично так не думаю, и я помню, когда так не думал никто. Если кто-то думает, что так было всегда, это те самые мифы и фальсификации истории. Потому что главным… Слова скрепа не было. Слово скрепа – это, знаете, вот такая сапёрная скоба, которую вот так вбивают, вот она вот такой, вот длиной сантиметров 35, а два таких ветвления сантиметров по 12. Вот вбивают их в два бревна, и вот так по-быстрому делают плоты, настилы, срубы и так далее, и так далее. В сапёрных ротах. Вот это вот была скрепа. Главным была Великая Октябрьская социалистическая революция, которая проложила всему человечеству путь к светлому будущему, и никак иначе. А война, да, была война наша, победа, мы победили. Но какая главная скрепа? Вы о чём вообще говорите? В 65-м году, как всем сейчас известно, это сделали вот выходным днём, а до 65-го года это не было выходным днём. Но вот этого бреда безумного не было никогда. А то, что сейчас, это несколько иное. Так что, что касается победы, вы знаете, это уже нету сил. Вот уже нету сил. Я больше не могу этого слышать. Вот можно всё, что угодно. Но если человек вот перекармливает, всовывать ему почти-то соловидых изичков во все отверстия, 24 часа в сутки, то он возненавидит любую еду. Вот это происходит с победой уже не первый год. Ну, если продолжить эту тему, вы не были на бессмертном полку на этой акции 9 мая? Нет, я не был. А как вы относитесь к этой акции? В первые три года я отношусь к ней в высшей степени положительно. Когда это всё забюрократизировали, я отношусь к этому отрицательно, как ко всему, что забюрократизировано, и что начинают для себя, для своей пропаганды использовать власти. Вот когда я увидел Поклонскую с портретом царя, я не могу ходить на такие шествия. Я ходил, и я вам могу сказать, что не я, никто, любый другой, все эти люди, они приходили с портретами своих близких погибших на войне или выживших, и плевали они на эту власть, которая действительно всё готова приватизировать себе. То есть власть отдельно, а люди отдельно. Вы знаете, во-первых, я и близко не осуждаю, разумеется, никого, кто туда приходит, и убеждён, что значительная часть идущих, не знаю, какое именно большинство, движима самыми лучшими чувствами. Теперь лично про себя. Я могу сказать им, что в отдельных случаях, когда происходит что-то, вот годовщина памяти какого-то человека или кто-то умер, то я, находясь в комнате один, встаю и стою какое-то время и говорю какие-то слова. Вот сам себе пространство Господу Богу и память этого человека. Это мне представляется несколько другое. Когда я писал предисловие книги Николая Григорьевича Богданова, давно-то было в 78-м году, который начал войну командиром звена дальнебомбардировочной авиации, окончил командиром полка 30 апреля над Берлином, начал 22 июня над Березиной, 156 вылетов, никаких наград, два раза был сбит, выходил из тыла врага, значит, закрещенное личное дело. И то, у меня не было каких-то мыслей, что вот я вношу какую-то лепту, нет, но было совершенно понятное ощущение, что вот этот человек, его память достойны всего самого лучшего, и что если я что-то для этого делать, то это не более чем естественно, но вот это вот хорошо и правильно. Или когда, я говорю, я таранил там книжку Никулина или Дегина, или когда-то были еще какие-то вещи. Понимаете, я вообще не очень хорошо насчет массовых акций. Может быть, это сугубо личное. Я вас понял.